Всех приветствуем в этот святой субботний день. Так много добрых наставлений звучит в разных форматах в нашем собрании. Это и наставления для маленьких детей. В этот момент мы все почувствовали себя детьми. Почувствовали? Да. Что у нас есть из того, что Бог подарил нам через родителей, через семью, через окружение наше, через жизненный опыт? Все, что имеем, приносим Господу, и Он будет приумножать. Есть особое благословение в том, что мы сегодня вспоминаем происхождение нашей планеты, празднуем день рождения Земли. Даже двойное значение. В пятницу день рождения человека. Помните, шестой день появился человек. Ну а суббота, появление нашего мира как нечто особенное, цельное, духовное. Мир создан не для того, чтобы царили в нем рефлексы и инстинкты, но чтобы было общение с тем, кто создал нас, с нашим Господом, Творцом. И сегодня мы хотели бы, продолжая размышления субботней школы, которая объединила всю церковь по всему лицу Земли, говорить о очень важном смысле, который связан и с творением нашей планеты, и с тем, как мы называемся, как церковь адвентистов седьмого дня, и с будущим нашим. Поэтому сегодня наше размышление, друзья, о том, как любить Господина субботы. Если бы мы задали вопрос, как любить Бога, ну это как бы универсальный вопрос, потому что человек хочет любить Бога. Это естественное сознательное, осмысленное и здравое осуждение, понимая, что жизнь наша в руке Божией, все, что мы имеем от Бога, хочется возблагодарить Бога. Но есть одно определение из Священного Писания, вы его прекрасно знаете. Евангелист Матфей, Марк и Лука записали это, и это выражение нам всем известно. «Сын человеческий есть Господин и субботы». Конечно, эта фраза взята в контексте размышления о том, что делал Господь в субботу. Он был Господином, дающим жизнь, Господином, побеждающим болезни. Как раз это он и совершал. Он совершал чудо исцеления. И он был также воплощением самого Бога. Он волю его являл и исполнял волю. Поэтому он, помните, что делал с людьми, прежде чем исцелить? Прощал. Он отпускал грехи. И поэтому он говорит, когда есть много обвинений, претензий к нему, он говорит, что «сын человеческий есть Господин и субботы». И поэтому в субботу, чуть по тексту он будет дальше описывать, это евангелист, Иисус будет говорить такие слова. В субботу можно делать что? Добро можно делать. Иисус это делал. Это был действительно невероятный праздник. Но давайте несколько отправных точек. У нас сегодня опять попытка составить картину из пазлов. Когда человек хочет сделать что-то большое, громоздкое, человек должен понимать, что он ограничен. Ну, наш рост не такой, как у Адама, ни три метра, ни четыре. Кстати, Адам даже метр четыре ростом был. Мы вот такие, кто метр с кепкой, кто метр семьдесят, кто под два метра крепкий. Но все равно мы маленькие. И нужно сделать что-то большое. Как мы делаем это? Сегментированно. Человек сегодня по кусочкам собирает огромные мосты, огромные здания высотой чуть ли не в километр. Видели это, правда? Казалось бы, вот такие человеки. Сами по себе что вы можете? Интеллект добавили, по кусочкам все собрали, невероятное строение. Видели муравьев? Тоже вроде маленькие, а вот какие они выстраивают. А видели бобров? Те же вообще реки перекрывают, понимаете? Какие маленькие? Почему? По чуть-чуть. То же самое в понимании многих идей, библейских, богословских, доктринальных. Мы начинаем составлять картину из разных сегментов. Поэтому Библия написана не как одно повествование, а как 66 книг от 40 авторов. И писалось в разные эпохи, чтобы люди из разных столетий, из разных культур могли найти невероятные ответы для всего рода человеческого. И наше размышление тоже строится по принципу пазла. Мы собираем картинку. Главное, чтобы все сошлось. Чтобы не было, знаете, как один из боксеров, благодаря своей крепкой силе, собирает матрешки не по порядку. Поэтому нам пазлы нужно собрать, чтобы красиво было, а не просто усилием впихнуть как-то и все. Логику. Итак, суббота является частью не плана спасения, а частью творения. В мире природы день субботний никак не подчеркивается никакими циклами вращения вокруг себя, вокруг каких-то небесных тел. Правда? В субботе недельный цикл никак... В природе недельный цикл никак не подкреплен. Он всего лишь исходит из Божьего повеления. И когда Бог создал этот мир, Он создал его не для греха, не для страданий, не для искушений. Бог создал этот мир для счастья, для гармонии, процветания, плодовитости, для благословений, всего самого прекрасного. Но потом уже появляется противостояние. И это противостояние где родилось? Где проблема появилась? На небе, друзья. Это наша радостная весть, что решение проблем наших будет не на земле, а на небе. Господь там все задумал, от сотворения уже все задумал, как избавить нас. И оттуда пришло спасение. Но когда было правление на небе нашего Господа, Творца всего сущего невероятных миров и ангельского мира, появился один персонаж, который пел подобную песню. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе, в наших слезах и в пульсации вен перемен. Мы ждем перемен. Сегодня эта тема очень актуальна. Из-за этого прямо на наших глазах последние десятилетия немало государств были разломаны просто в лохмотье. От прежней государственности, от прежнего порядка и стабильности не осталось ничего. Почему? Мы ждем от вас перемен, кричит избиратель кандидату. Нам наскучила закулисная игра правительства, вторит другой. Перемен – это модное словечко, используемое теми, кому наскучило какое-либо правление. Если бы только произошли перемены, жизнь стала бы лучше. И чаще всего посягательство приходит на закон. Мы должны поменять закон. Именно так произошло, друзья, в небесах. Потом это происходит уже на земле. И сатана на небесах захотел изменить Божье правление. Он заявил, что способен лучше править, чем Бог. Или готов править вместе с Богом. Его жалкая демонстрация этого правления на земле произойдет во время последних событий, потому что после окончания времени испытания у него будет такой шанс. Дьявол, в конце концов, все-таки покажет на земле, что такое его правление. Книга Откровения нас в этом предупреждает. То есть, до сего момента мы говорили, вот дьявол в этом мире делает, там столько всего зла и бед. Друзья, это еще не все. Он еще больше сделает, согласно предсказанию. Когда ему недолго остается жить, он будет делать больше. Но когда он будет делать больше, наверное, он будет это делать больше не очень очевидно, а наоборот, более коварно и более лукаво. Поэтому, когда сегодня есть некий скепсис относительно теории заговора, я бы так смело не отметал, потому что есть эта идея, есть слуги у лукавого, есть аморальные какие-то характеристики, которые проникают безгранично. Они не касаются только людей, которые в социальных низах находятся. Моральное растление не имеет границ. Оно может войти в президентский дворец, может войти в палату представителей или народное собрание, или в законодательный орган. Нет границ. Это может везде произойти. Дьявол хочет везде действовать, а не только в сфере карманных воришек или уличных хулиганов. Там зло очевиднее. А есть более прикрытые сферы. Их надо понимать. Заглядываться не надо, разбираться не следует, но не учитывать нельзя. Помните, как герой произведения Достоевского говорил так, тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Где границы у этих сердец? Никто не знает, это невидимый мир. Кто изведал сердце человеческое? И вот перемены, они также входят в стратегию дьявола. Он переделал истинное христианство, смешав его с язычеством. Он заменил Голгофу на мессу и традиции, превратил Библии нового века в кавычках в Слово Божие. Благодаря ему смерть стала узаконенной. То же самое будет касаться и законов, которые дал Господь для правления, и Господь захочет и их поменять. Смерть стала жизнью для души, а уничтожение по сценарию дьявола стало вечно горящим адом. Слышали об таких переменах в представлениях, в знаниях? Сегодня наша задача посмотреть, что сатана сделал с Божьим законом. Нападая на закон, он подрывает основу Божьего правления. Он ставит под вопрос Конституцию небес и тем самым пытается сместить царя. Если Конституции нет, значит все правят как хотят. Кстати, это популярная идея, очень всем нравится. Господь где у каждого живет? У меня Бог в сердце. Конституция какая? У меня в сердце. А кто изведал это сердце, никто не знает. 7 миллиардов бьющихся на планете сердец, сколько богов? Ровно столько же. Если этой концепции следовать, понимаете, в чем тупик. Поэтому сатана понятно, что в сердцах борется, но он меняет вещи, которые не в сердце человеческом находятся. Он меняет нечто видимое и понятное для всех. Поэтому люди несколько лукавят, объясняя, что Бог в сердце и все внутри происходит, не внутри. И мы посмотрим, как это происходит внешне, очевидно. Как и в случае со смертью и адом, большинство христиан почитают воскресный день вместо седьмого дня субботы. И вот необходимо понять сегодня значение дня субботнего в контексте вселенской борьбы. Почему мы, как церковь, назвались не просто людьми, ожидающими второго пришествия, не людьми нового царства, не людьми небесного Иерусалима, а это наши ожидания. Можно было и такое название придумать для церкви. Нет, мы называемся адвентисты седьмого дня. Мы называемся тем словом, которое утвердил Господь. Это Его закон и ничто человеческое к этому добавить невозможно. Давайте посмотрим, что же сегодня мы имеем с вами в христианском мире. Очень важно сегодня, когда вас спрашивают, какой вы деноминации, не просто называть себя христианином. Это вызов для адвентистов седьмого дня. В момент, когда спрашивают о ваших религиозных убеждениях, говорить не просто о христианстве, потому что человек, услышав слово христианин, может по-разному представить себе и Господа Бога, и отношение к Священному Писанию, и к природе Иисуса Христа, и к Святому Дню, и к Святому Закону, и к Заветам. Очень разные и в большинстве своем неверные. Неверные, не выдерживающие критикой Священного Писания. Три точки зрения относительно субботы. Сейчас слишком много будет этого слова о субботстве. Воскресное субботство. Есть люди, которые считают, что просто произошло видоизменение. Была святость субботы 4 тысячи лет, а вот уже последние 2 тысячи лет святость субботы взяли и переместили. Соответственно, теперь Святой день, который нужно чтить, покоиться, от захода до захода праздновать. Это какой день? Первый. Он же воскресенье, кто-то его называет восьмым. Встречный вопрос. Вы когда восьмой день отмечаете, как первый проводите? Вы первый при этом не чтите? Или вы первый и восьмой чтите? Сколько у вас дней в неделе? Это логика. Вторая концепция, которая есть относительно субботы, это субботнее субботство. То есть суббота, которую все знают на планете, сегодня мы календарь имеем, часовые пояса разнятся, но суббота она на всей планете и мы отмечаем субботу как святой день. Сегодня главным образом адвентисты седьмого дня поддерживают эту концепцию. И есть еще одна концепция просто отвержение субботства. нет никакого одного отделенного дня, есть все дни для Господа или вообще можно не различать дни. Сейчас субботство это где-то внутри. То есть я вошел в покой. Помните, для народа Божьего остается что? Субботство. Когда? Да всегда. Я любой день вошел в субботу и все, и хорошо стало мне. Это точка зрения не просто вольность человеческая, это, конечно, толкование Писания. Вот какие выводы. Иисус исполнил субботу Ветхого Завета. Суббота Синайская была превращена в другие символы в Новом Завете. Теперь вся суббота трансформировалась в то, что есть у христиан. Это и причастие, и многомовение, и крещение, и все христианские праздники. Все теперь во Христе это все. Вот раньше была суббота, а теперь у нас все от Христа есть, от Нового Завета. В Ветхом Завете мы ничего не ищем, и никаких границ, никаких условностей нет, никаких бремен у нас нет. И эти идеи, они не где-то в сектантских кругах вращаются. Это идеи отцов церкви, таких как Августин, Фома Аквинский, Кальвин, и потом последующие от них богословы все эти идеи развивали, дискредитируя субботу, либо меняя на воскресенье, либо полностью отвергая. Сегодня суббота аспект подметим, друзья. Есть утверждение, что наша Библия, Священное Писание, имеет две части, которые разно актуальны для людей. Ветхий Завет актуален когда? Во времена Ветхого Завета. То есть, почитали исторически, это какие времена? А, ну, 500 лет до Рождества Христова, 1000 лет до Рождества Христова, ну, может быть, даже во времена Христа, там, первое время, пока христианская церковь не началась. Это все Ветхий Завет. Листаем дальше Новый Завет. Самая простая ассоциация. Новый Завет значит Новая Эра. Значит, первый век нашей эры, все это начало Нового Завета. Это нам актуально. Мы же живем в 2022 году после Рождества Христова, значит, Новая Эра, значит, нам Новый Завет. Мы же не до Христа живем, значит, не Ветхий Завет. Такая популярно продвигаемая логика. Мы должны с вами усвоить, мы это уже находили как церковь в исследовании. Это не тезисы, которые декларируются здесь в одностороннем порядке. Вы это исследовали, разбирая тему о Завете, о Вечном Завете. Новый Завет это то же самое, что Завет Вечный. И вот второе замечательное объяснение, запомните, оно очень полезно. Ветхий Завет это временное учебное пособие, которое Бог использовал для того, чтобы опекать людей, только что освободившихся от рабства, готовить их к тому, чтобы вступить в Вечный Завет. Это пособие, но оно было тогда, и когда можно было вступить в Вечный Завет? Да тогда же и можно было вступить в Завет, когда жили в древности израильский народ. Они могли научиться выйти из рабства и войти в Вечный Завет. Это не было ограничено по времени. Посмотрите, как о Завете Вечном говорится в Ветхом Завете. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим Заветом Вечным. Противники этого сразу скажут. Ну вот, вы сами себе противоречите. Тут же написано про обрезание. Кто из вас христиан сегодня следует этому Вечному Завету? Внимание! Завет Вечный это не обрезание. Обрезание это часть, это действие временное, которое было до времени Иисуса Христа. Завет Вечный не изменился, а символ поменялся. Сегодня мы, входя в Завет с Господом, что делаем? Крестимся! Завет остался тот же. Тот же Вечный Завет. Мы заходим не в Завет Нового Завета, не в Завет 21 века, мы заходим в Завет Авраама. Просто Авраам в него входил через обрезание. Мы войдем через крещение. Символика меняется. То же самое, как и самое простое. До Христа совершалось пасхальное служение с закланием Агнца. Помните? Ели с горькими травами, кушали пресный хлеб. А что делает Иисус? Утверждает новую трапезу. Пасхальный Агнец говорит о Христе, а теперь о Христе будет говорить что? Тело ломимое, хлеб и кровь, проливаемая в виде вино. Оно будет говорить о Христе. Тема все равно Христос. Агнец закланный от создания мира. Четыре тысячи лет реальные Агнцы были закланы, чтобы все видели, вот она смерть перед тобой, видишь животного. Но это вечное. А теперь спустя две тысячи лет мы сегодня тоже говорим об Агнце закланном, но не кровь проливаем, потому что он пролил кровь. Мы сегодня проливаем вино, и мы пьем это вино. Мы преломляем хлеб, мы принимаем хлеб. Это тот же вечный завет. Еще раз напоминание в письме к евреям апостол Павел говорит. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа да усовершит вас во всяком добром деле. Христос продолжает проливать кровь? Нет. Завет вечный, а пролитие крови один раз и повторения не будет. От того, что Иисус не на кресте, не продолжает страдать где-то в каком-то третьем измерении, не зависит завет. Иисус один раз это сделал, этого достаточно, а завет вечный на миллионы, миллиарды лет вперед. Но люди думают о том, что раз было обрезание, оно закончилось, и завет закончился. Некоторые говорят, Бог силен менять свой завет. Типа люди испортились, а Бог поменял свой завет. Нет. Тогда получается, люди тоже правы, если Господь может поменять закон, тогда я поменяю завет и закон. Ну, взаимность же правит в мире, правда? Мы не можем менять, ибо Господь не меняется. Посмотрите, еще очень важное размышление. На два завета можно смотреть еще и с исторической такой точки зрения, называют ее экзистенциальной. Ветхий завет это дела или законническое повиновение Богу, в то время как Новый завет это вера или взаимоотношение с ним, то есть суть этих смыслов. Но смотрите, Давид, здесь специальный такой коллаж, представляющий Давида и христиан, законников из Галатии. Давид, который законом Божьим утешался. Помните, как он воспевал в Псалме 118-м закон Божий? Знал ли Давид о благодати? Еще как. Знал ли Давид Божью милость? Знал ли Давид прощения? Пророчествовал ли Давид о Мессии Спасителе мира? Настолько точно, настолько духовно Давид пророчествовал об Иисусе Христе, что Иисус Христос на кресте находясь цитировал эти слова. Помните, Боже мой, для чего ты меня оставил? А Давид это пророческий записал за тысячу лет до Христа? Давид, который любил Божий закон, пережил новозаветный опыт. За тысячу лет до Христа, живя во времена просто, так сказать, дремучего Ветхого Завета, бронзовый век тогда назывался, Давид знал, что такое Новый Завет. А представьте себе, верующие законники в Галатии, как они жили. Знаете, как апостол Павел к ним пишет? О, несмысленные Галаты, кто вас сглазил? Это современный перевод. Кто вас сглазил? Вы вообще, почему ухватились за эти церемонии? Вы начинаете связывать какие-то бремена непонятные для других людей, и вроде вы в новое время, вы в Христа крестились, вы его проповедуете, но все равно бегаете, проверяя, как суббота соблюдается, как кто одевается, куда он пошел, с кем общался, а не чист ли он для того, чтобы отмечать субботу. И вот в таком ключе получается, живя в первом веке нашей эры после Христа, можно оказаться невероятным дремучим законником. И можно жить тысячу лет до Христа и прославлять Божью милость, прощение, искупление грехов. Нет границ. Поэтому, когда сегодня кто-то вспоминает, что суббота это атрибут Ветхого Завета, еще раз напоминаем, Ветхие это условное определение. То, как мы считаем это слово Ветхое, это готовит нас к принятию Завета Вечного. И о Вечном Завете пишется в Ветхом Завете. Пророки пишут Завет Вечный. А когда придет Христос в первом тысячелетии или даже в 21 веке, люди вдруг догадаются, что есть Вечный Завет. Еще очень важное определение, которое нам нужно сегодня усвоить. Суббота, спасение и Вечный Завет открывают Божье желание быть с человечеством. Но суббота показывает желание Бога быть с человечеством еще до грехопадения. Когда Бог создал этот мир, Он хотел с человеком быть в общении. помните, услышал Адам и Ева, услышали они звуки шагов в прохладе дня. Господь шел к ним для общения. Такое ощущение, что грехопадение по календарю шеститысячелетней давности состоялось в пятницу. И когда надо было встречаться с Богом в субботу, Адам и Ева благополучно спрятались. И вот когда они прячутся, суббота уже не работает. Они не могут войти в субботу в покое. Адам с Евой, во-первых, они уже переоделись. Не знаю, насколько быстро они шили, что они сшили, какой фасон и так далее, но они уже переоделись. Во-вторых, они боятся Бога. Вы сутки можете провести в страхе? Хотелось бы? Иногда пять минут побоишься, уже сердечко колет, правда? Я так испугался, сердце ушло в пятки. Сутки провести в присутствии Бога и бояться. Страшно. Это не благословение суббот. И теперь что нужно Адаму и Еве, когда они не могут видеть Божье присутствие? Теперь нужно спасение. В Иисусе Христе. Теперь нужна особая идея, которая подсказывает, грех пришел в мир и теперь, чтобы тебе общаться с Богом, нужна смерть чья-то. Для начала умрет одна овечка, вторая, третья, тысяча овец, миллионы овец будут умирать. И так и было до первого столетия нашей эры. Господь сказал, будут умирать животные, вы должны на них смотреть, это вас не очищает, но вы должны смотреть, переживать, что из-за греха смерть. И если вы это поняли, если вы вкусили прощение, то тогда суббота для вас будет отрадой. Вы в субботу войдете как прощенные, омытые кровью. Ирония, знаете, стоит в том, что даже распятие Господа нашего Иисуса Христа было связано с субботой. И его распявшие торопились все закончить быстро. Почему? Суббота наступает. И логика у них была в этом. Мы посмотрим на смысл, который они сделали. Не хотя они исполнили некую правду. Суббота. Спасение и Вечный Завет открывают Божье желание быть с человечеством. Все это вместе это и есть Вечный Завет. Это Вечная Евангелие. Суббота, как таковая, установлена при творении, не связана с временным или приходящим Ветхим Заветом. Давайте теперь посмотрим на очень важное определение. Христос сотворил субботу. Он же благословил ее, отделил от других шести дней, как знак отличия между рабочими днями человека и необходимостью покоиться. Суббота в сравнении с шестью днями была могучим символом, означающим, что человеческое дело имеет свой предел. Люди могут сделать много приводящих в трепет дел, но человек не в состоянии создать себя сам и самостоятельно спастись. Смотрите, Бог дает субботу. Вот это очень важный момент, такой воспитательный. Представьте, Адам появился в пятницу на свет. Бог говорит, пока первый день, чтобы тебе потом не заблудиться, не потеряться, познакомься с животными. Адам пошел знакомиться с животными. Что в результате знакомства? Имена всем раздал, помните? Не более того, понял, что пары для него нету. Немножко так, ну как, не то, чтобы расстроился, ну как-то неудовлетворенность. Понятно, что все красивые, симпатичные, мяукающие, гавкающие, но не поговорить. И Господь говорит, нехорошо быть одному, создает Еву. Все, ячейка общества есть, вперед из песни, недельный цикл, работайте. Господь говорит, вот вы появились на свет, и от вас сейчас ничего не зависит, отдыхаете. Как благородно, а? Вот если бы я создавал, я сказал, я вас создал, а ну-ка, давайте покажите, что вы можете. Так, 20 дней наряд вне очереди. Ну, как бы, я же сделал, давайте, вот работайте, покажите, на что вы способны? а ну-ка, вместе, поехали. Нет, Бог говорит, отдыхайте. Я создал мир, и первое, что вы делаете полноценно, вы отдыхаете в нем. Как это благородно. Такой подарок, от вас не зависит. Вы что-то делали в творении, Адам и Ева? Нет. Наслаждайтесь. Понравилось? Ну, теперь можете что-нибудь поделать, но я вам дал креативную особенность. Вы можете сами что-то там интересное придумать. Вот в сад, пожалуйста, Ева там цветочки вела, Адам что-нибудь, гамак повесь какой-нибудь. Понимаете, как Бог сначала показывает, ты появился, и в творении твоего участия нет. Теперь внимание. Убили Господа Иисуса Христа. Сделали это в пятницу. А что можешь дальше сделать? Спасать что-то? Ничего не делать. Он мертв. В субботу ничего не делаете. Христос умер, и вы к этому ничего не добавите. Бог лишил возможности человека что-то делать в субботу по отношению ко Христу. Он просто умер, и он в покое. И люди в покое. А начинают что-то делать в какой день? В первый день. Помните, бежали ко гробу, шли, чтобы умастить. Что успели, сделали до субботы или после субботы. Но в субботу никто ничего делать не мог. Это тоже очень важный символ. Запомните, люди могут сделать много приводящих в трепет дел. Но человек не в состоянии создать себя сам и самостоятельно спастись. И суббота в этом принимает участие. И в творении, и в спасении. Посмотрите, еще очень важное определение. Суббота последовала за обоими этими дарами, ибо Христос сотворил человека в пятницу творения и искупил его в пятницу распятия. Первым полным днем, последовавшим за обоими творческими делами Христа, была суббота, предназначенная для прославления его законченного дела и покоя в этом деле. Помните, Иисус сказал на кресте, совершилось и потом покой. В шестой день Господь все совершил и сказал, хорошо весьма, и теперь что? Покой. Если спасение, которое сегодня прославляет христианский мир, так важно, и в нем есть суббота, то и творение, которое сегодня мир забывает, тоже важно, и в творении важна суббота. Те же люди, которые хотели своими лозунгами вознести Христа, отвергая седьмой день, субботу, пренебрегли значением Христа как Творца и Искупителя. Сегодня против нашего вероубеждения звучат лозунги и мы хотим говорить о Христе распятом, мы хотим говорить о Христе и Его Новом Завете, о пролитии Его крови и так далее. А суббота устарела, это все древнее. Вообще суббота и святая суббота она могла перемещаться. Внимание, вопрос, когда вам будут говорить, что суббота потерялась в истории. Серьезно? Если суббота потерялась, автоматически какой день потерялся? Любой, включая первый, в который Христос воскрес. Ну, разве не так? Или у вас опять в вашей неделе 10 дней или 14? Нам заявляют сегодня, что в субботу кто мог соблюсти за историю человеческого рода? Суббота, конечно же, потерялась. Тогда переименуйте воскресенье, потому что это как раз день после субботы в любом календаре, даже в древнем. Вы понимаете, какая логика? Ну, не выдерживающая критика. Это, знаете, похоже очень на то, как критикуют выход евреев из Египта. Слышали, наверное, эти шутки, прибаутки. А, евреи перешли Красное море в том месте, где болото, там глубина-то 20 сантиметров. Да, я согласен. Они вообще окипосоху прошли. Меня больше удивляет, какая ущербная египетская армия была. Они умудрились отборные воины с колесницами утонуть в 20 сантиметрах лужи. Вы что-то одно определились, либо вообще закройте эту тему. Никто никуда не переходил. Это абсолютная сказка. Ну, либо примите, что египетская армия это, я не знаю, амебы какие-то плавающие. Ну, бред же, понимаете, бред. Евреи перешли по болоту. Тогда египтяне сидели в этот момент дома и никуда не ездили. Вымерли просто от заразы какой-нибудь. Логика, понимаете? Суббота поменялась в истории, так поменялось и воскресенье, тогда не чтите никакое, у нас нет воскресенья Христа, неважно какой день воскрес, во вторник. Ну, где же логика? Заметьте, Господь, это через Соломона, через многих писателей Библии говорил, что когда кто-то возникает против Божьего закона, Божьего авторитета, он становится безумным. И многие аргументы так звучат, безумно. Это видно. Безумец говорит, нет Бога, нет его авторитета, нет его законов, нет правил, я сам себе в сердечке. Как детский лепет выглядит. Теперь еще один важный момент, из-за которого многие спотыкаются в принятии дня субботнего. Это уже наша данность, наша жизнь. Мы иногда смотрим на субботу не столько в свете того, что говорит нам Библия, а мы смотрим на субботу на субботу в свете того, как мы ее видим воплощенную. И некоторые уже, может быть, вы слышали подобные реплики. О, в субботу сидим, ничего не делаем, в субботу только в церковь сходили, шуточки по поводу святого субботнего сна, в субботу скучно, в субботу одни запреты, в субботу ханжества, вот они лицемеры, они вот так сказали и так далее. Это знакомо. Это все все понимают, все все знают. Маленький пример, который никогда я не встречал, чтобы его приводили для иллюстрации субботы. Приходит однажды в стан израильский молодой юноша по имени Давид. Приходит в войско, уже профессиональное, то есть на тот момент несколько лета, может быть даже десятилетий, Саул правит над Израилем. Сформировалось профессиональное войско, есть уже сильные ротоборцы у Саула, есть начальник войска Авенир, Саул уже ведет войны, побеждает, молодец, аммаликитян побил, аммонитян побил, и вот встречаются с филистимлянами. Но почему-то вот это профессиональное войско, которое вышло воевать, все там ополченцы, воины, главнокомандующие, Саул со своими сыновьями, вышли воевать. Ну, вышли воевать, надо воевать. Но от стана филистимлян навстречу им выходит кто? Переросток, Голиаф, три метра ростом. И начинает что делать? Поносить имя Божие. И в этот момент вера в Бога вот в этом пространстве дискредитируется. То есть приходишь на это поле, и здесь очевидная демонстрация того, что Бога нет. Почему? Божье войско как себя ведет? Стоят девчонки, стоят в сторонке. Странно и страшно. Вы вышли за имя Бога, идите и умрите за имя Бога, если вы действительно Богу преданы всем сердцем, всею душою, всею крепостью. Идите! Ни одного. Десятки дней кричит Голиаф сначала может быть просто звал, потом видит, что они боятся, начинает смеяться, унижать, сквернословить. Как сердце Давида это трепетало. Он смотрит на это. Я буду смотреть, как этот необрезанный поносит имя Бога нашего. Я пойду и поражу его. На моих овец посягали волки, посягали львы, медведи, всех я их брал, рвал и все, потому что это мое, я за это отвечаю, мне отец доверил, сейчас имя Бога хулиться. И Давид начинает переживать. Там некоторые условности, ему пытаются дать чехол от дирижабля, вернее этот, доспехи Саула, ну как чехол от дирижабля на нем. Меч там пытаются, не работает. Что делает Давид? Пять гладких камней, прощай, говорит, я иду на тебя с именем Бога живого. Я тебя положу сейчас. И положил. Это рассказ не про субботу, но это иллюстрация. Если вдруг вы в своей жизни столкнулись с тем, что ой, я не вижу примера в соблюдении субботы. Стань Давидом. Стань Давидом. Не пойди по пути всех, все не могут. А, ну тогда и закон отменен, и суббота не важна. У меня мир в сердце, я с Богом всегда дома хорошо. Нет. Стань как Давид. Вот на этом поле пусть произойдет победа. Пусть в отношении субботы сформируется представление как о празднике, о том, что мы ее не просто соблюдаем, мы ее празднуем. Мы веселимся в день субботний. Мы посвящаем этому дню много сил, потому что это день освящения. Мы в этот день открыты слышать голос Божий, потому что мы закрылись, отвернулись от суеты, от забот. Столько еще работ. У вас есть незаконченные дела? Да бегите доделайте, потом придете. Так вы все бросили. Почему? Вы полагаетесь на Бога. У вас ничего не убудет за сегодняшние сутки святые, правда? В этом доверие Богу. Господь, столько можно сделать, так ты будешь делать до смерти, не сделаешь на этой земле ничего. Суета и томление духа. Кто из вас от этого пострадал? Что вы все бросили и в субботе в покое? Нет, потому что вы праведны и праведного Бог никогда не оставит. Если даже тебе не нравится традиция, которая складывается, а так было во времена Христа, когда как сын Давидов он пришел в свой Израиль, и тогда суббота стала игом, бременем неудобоносимым. Иисус говорит, и что у вас тут много исцелений помимо субботы? По вторника много людей исцелили, воскресили? Да никого. И поэтому Иисус берет и в субботу совершает чудо. Потому что в субботу должен быть праздник. Вы так сильно переживаете за соблюдение субботы, и вы ее взяли и разрушили. То есть вы ее соблюсти не можете, и тем самым еще и ощущение от субботы нарушили. если сегодня тебе не нравится то, как кто-то другой проводит день субботний, не дискредитируй субботу, сделай подвиг, как Давид, соверши победу, празднуй. Празднуй потому, как Бог просит. В доме молитвы, в песнопении. Если суббота для тебя праздник, посвяти этому средства свои. посвяти свое здоровье не слишком сильно выматывая себя за шесть рабочих дней недели, чтобы прийти в субботу, Господи, спеть не могу, сказать не могу, поддержите меня. Я за субботу, Господи, набираю сил для других шести дней. Суббота предаток шести дней получается, так? Нет, чуть-чуть сдержанней шесть дней проведи, чтобы у тебя были силы в субботу прославить Бога. Представь тело свое в субботу достойно. субботник пошел, у него праздник. Не ходи в субботу, как в шесть рабочих дней недели. Иногда кажется, что верующий вроде отмечает, но он вроде как бы между прочим зашел в церковь с работой или с хобби. Подчеркните всеми возможности. Это не формализм. Это особое действие. Ты об этом думаешь? Я праздную субботу. Еще раз. Наша задача исполнить то, что попросил Господь сделать. Мы, конечно, любим говорить эту одну фразу «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Это Иоанна 14 глава, 15 стих. Но посмотрите на все слова, которые сказал Иисус. «Истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». То есть то, что делал Иисус в субботу, вы тоже можете сделать. Воспеть, быть в доме молитвы, изучение Писания, творить чудеса, помогать. Можете. Дальше. «И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». А если будете что-то просить у Отца во имя мое, что? Сделает Господь. Да прославится Отец в Сыне. Если попросите во имя мое, то сделаю. И если любите меня, соблюдите мои заповеди». Христиане хотят молиться. Христиане молятся. Но когда Господь говорит, вот вы молитесь, и я отвечаю, а, пожалуйста, следующее тоже сделайте, соблюдите мои заповеди. А здесь уже люди начинают переживать на тему не тот завет, не те заповеди. Заповеди поменялись. Заповеди главное, чтобы на сердце было хорошо. Это уже лукавство. Если любите меня, а почему мы любим Господа? Да потому, что Он столько для нас делал ранее, уже совершил в истории и делает сегодня. Неужели такого Господа невозможно любить? Можно. Можно любить такого Бога, отвечающего. Мы просим, Он отвечает. Мы стучим, отворяют. Мы ищем, мы находим. И это все по Его воле. Элементарная благодарность, элементарная взаимность. Бог так сильно любит меня, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я такого Бога люблю. И мне не надо из-за любви к Нему идти на крест. Это Он из-за меня пошел на крест. А мне нужно исполнить Его закон. Для моего же счастья. представьте ситуацию. Даже не надо представить, просто вспомнить. Вы много раз так были. Приходите в гости, праздник, и вам приносят замечательно украшенное блюдо. Особенно это касается сладкого, когда торт украшенный такой. И первая реплика, которая звучит за столом. Ой, такая красота, даже трогать боюсь. Говорили так? Ой, как красиво, давайте посмотрим, давайте сфотографируем. Сейчас обязательно фотография. Не выложил в Инстаграм, значит, еды не было. Внимание! Если мы все с вами, глядя на эту красоту в виде украшенного блюда, вдруг скажем, давайте будем сидеть смотреть. Смысл? Ноль, правда? Первые пять минут вы еще покрасуетесь, потом слюни, которые текут, не дадут вам покоя и радости созерцания не будет. Почему? Потому что это надо кушать. Оно красиво, да, и нужно эстетически, не просто наваляли все вместе, первое, второе и компот. Нет, мы так не делаем. Мы эстетически увидели, возрадовались, но потом надо сесть, первое покушать. Так, проеду, больше не говорю. Потом второе и третье. То же самое с вопросом субботы, друзья. ее надо вкусить. Потому что она приготовлена Богом для кого? Для нас. Не думайте о субботе, как бы угодить Богу. Оно идейно так, Бог сделал по-другому. Возьмите из субботы все, что я вложил в субботу, хочет Господь, чтобы вы счастливые были от того, что вы это сделали, чтобы вы приняли, потрапезничали, как вкусно, Господи. Можно добавочки? А Господь говорит, хорошо, добавочку, собирайтесь еще в другой день, это будет суббота ваша уже. И как мы это делаем? В пятницу можно собраться, а можно во вторник собраться? Можно, это суббота наша. В Израиле такое было, и Господь говорит, есть субботы ваши, новомесячие, праздники, которые выпадают на другие дни. Вы, когда у вас день рождения, вы в этот день идете на работу, если это выходной, или кто-то брал отгул, чтобы попраздновать. Это суббота ваша. Вы ее не канонизировали, в этот день не сделали святым, но вы ее проводите как праздный день, или праздничный день, как свободный от всех дел. Почему? Повод есть. И Господь говорит, я хочу вас благословлять больше, но суббота это мое, вот на нее не посягайте, потому что я вот определил от захода солнца до захода солнца, это мое. И я в эту субботу буду вас освящать, я буду вас в эту субботу делать более духовными людьми, чтобы все шесть дней недели вы вели себя как духовные люди. Помню, я был с Богом, я такую трапезу духовную вкусил, как я сегодня променяюсь на какие-то сухари этого мира. У меня трапеза духовная, я там так насытился и хочется этот вкус сохранять, я не буду размениваться на какую-то непонятную перегоревшую стлевшую, что в мире этом есть. Нет. Вот это освящение от субботы сегодня может идти. Итак, сегодня, друзья, если вы любите господина субботы, возьмите его заповедь для себя, живите в этот день достойно, празднуйте этот день, этому надо учиться. Бог десятилетиями учил свой народ и мы будем учиться, но вектор нужно обозначить правильно, не умаляйте святость субботы. И еще призыв для тех, кто не в завете с Господом. Церковь Адвентистов седьмого дня исповедует веру в десятисловный закон. Одним из видимых ярких проявлений соблюдения закона является заповедь о субботе. соблюдая день субботний непопулярный как во всем мире, так и в христианской среде, мы показываем приоритет. Мы готовы больше слушать Бога, нежели человеков. В будущем это приведет к серьезным гонениям и преследованиям. Хотите ли вы прежде всего угодить Богу в соблюдении, его святой субботу? Хотите ли вы поклониться Богу как Творцу, признавая субботний день как памятник его творения? Хотите ли вы принять Божье спасение, в котором сам Господь, умерев на кресте, покоился в дне субботнем, показывая, что никаких дел человеческих в спасении нет, только его жертвенное служение, его добровольное согласие? Это не сила у людей убить Христа, нет, в них силы нет, это просто Господь позволил, просто Господь отдал себя, а они уже как котята что-то слепые, что-то сделали, даже не поняли, что сделали, Господь сам отдал себя, так воспринимаете, это его воля, ничего человеческого нет, он агнец, закланный от создания мира, и вот такую любовь, такое Божье посвящение сегодня можно выразить любя его заповеди, надо начать этот путь следования за Господом, надо креститься в смерть Христову, воскреснуть для новой жизни, для жизни исполнения Божьего закона, это для жизни, это не для спасения, закон для жизни, в небесах тоже будет закон, но для жизни, а попадем туда за счет крови Христовой, вот эту идею нужно понять, крестимся мы в Иисуса Христа, а закон соблюдаем для нас, для нашего освящения, если у тебя есть такое желание, начни свой путь Господу, начни путь заветных отношений с Богом, заключи с ним завет через водное крещение, войди в воды крещения, умирай для прошлой жизни, и веди жизнь новую, если любишь Господина субботу, соблюди его заповеди и будь благословен в этом. Аминь.